Добрый день! В новом году мы снова говорим о нашем городском хозяйстве. И сегодня хотелось бы это поднять, очень важную тему, это наши лифты. Безусловно, многие жители, если не все, сталкиваются с этим вопросом. Хотелось бы начать с достаточно важных и интересных цифр. Первое. В Одессе всего у нас 5117 лифтов. Из этих лифтов за 5 лет мы заменили, либо модернизировали 1942 лифта. То есть это то количество, которое было выполнено за 5 лет. Это действительно очень большая работа. Нам еще необходимо выполнить замену порядка 1700 лифтов. Так как вопрос этот, он накапливался не годами, а можно сказать десятилетиями. Так как обратили на это внимание и занимаются этим масштабно в городе последние 5 лет. До этого лифты работали на честном слое. Ну, давайте будем честными перед самими собой. В основном лифты в нашем городе, это лифты, которым более чем 20 и 25 лет. Это механизмы, которые уже выходили в свой термин и которые нуждаются либо в модернизации, либо в полной замене. И такую работу, как я уже сказал, мы ведем и ведем очень серьезную и очень большую. К сожалению, стоимость этих это работ очень-очень большая. То есть если мы говорим о замене либо модернизации одного лифта, это от 900 тысяч и выше. И цены на механизмы и на материалы с каждым годом только растут. В этом году мы еще столкнулись с тем, что ряд лифтов в Киевском районе были остановлены решением суда. Опять-таки это вытекло из той накопившейся проблемы, о которой я уже говорил, которая копилась десятилетиями. Порядка 60 лифтов было остановлено решением суда. И мы работаем, и мы занимаемся этим вопросом. Там, где можно выйти из ситуации, обойтись текущим ремонтом и снять арест, мы уже этим занимаемся. И буквально каждый день по несколько лифтов с этого списка мы запускаем. В дальнейшем мы будем очень активно и дальше заниматься этим вопросом. Потому что наша задача, чтобы все лифты в Одессе были рабочими. Чтобы люди каждого дома могли пользоваться нормально лифтом и безопасно, что немаловажно. Те механизмы, которые нуждаются в полной замене и в капитальном ремонте, в модернизации, мы тоже будем делать, будем выполнять. Да, где-то мы финансово ограничены. Да, это невозможно сделать в течение года, либо полугода. Так как это очень большая финансовая нагрузка на бюджет города. Но опять-таки наша задача выполнить полностью замену и модернизацию лифтов в полном объеме, там, где это необходимо. И пока задача не будет выполнена, мы не остановимся. Хотелось бы также отметить, что есть еще такие факты попутные, которые действительно мешают и нам, и жителям города. Это факты вандализма. То есть очень много лифтов, которые расхищаются механизмами. То есть снимают катушки соленоиды, либо снимают там еще какие-либо составляющие. Сдают на металл, вот так как там есть ценные металлы. Ну, либо попросту забавы ради. Конечно, это тоже мешает нашей работе. Конечно, это тоже наносит ущерб как бюджету города, так и жителям, которые в итоге не могут нормально пользоваться лифтами. И с этим вопросом нам также вместе с вами совместно надо бороться. Давайте бережно относиться к тому, что у нас уже есть. Бережно относиться к тому, что так нелегко нам дается. Подытожить хотелось бы вот чем. Мы уже заменили в городе более 1900 лифтов. Мы не сбавляем оборотов. И каждый год мы работаем по модернизации и по заменению лифтов. В течение нескольких лет мы хотим выполнить эту работу на 100%, чтобы в Одессе, в нашем городе, люди не сталкивались с вопросом неработающих лифтов. На этом, наверное, буду сегодня подводить итог. Как всегда, видимся через неделю и обсуждаем новые важные темы нашего городского хозяйства.